обратите внимание вот на эту как раз видите в центре кадра сейчас плиту так камера фокусируйся о видите что это все закрыто цементом видно что это свежая и что-то здесь пошло у застройщика не так а чуть поднимаю камеру выше и обратите внимание что они просто раздолбили плиту и так и и оставили уход любого застройщика с рынка первую очередь это люди оставшиеся без работы давай до свидания друзья добрый день я андрей артемов сегодня мы с вами поговорим об уходе с российского рынка шведского девелопмента банова на данный момент у шведского девелопмента банова есть два активных проекта это жилые комплексы магнифика и грёна лунд обзор этих комплексов можно посмотреть пройдя по ссылке которые находятся в описании к этому видео 3 марта 2022 года шведский девелопмент банова написал пресс-релиз согласно которому девелопмент закрывать все операции и уходят с рынка россии из-за вторжения россии в украину у банова в санкт-петербурге работает 370 сотрудников и в настоящее время они рассматривают возможность решения того как компания может оказать им поддержку в 2021 году чистый объем продаж в санкт-петербурге составил 745 миллионов шведских крон за одну крону в двадцать первом году давали 80 российских рублей понятно чтобы она в это коммерческая организация и у нее на первом месте стоит извлечение максимальной прибыли они сохранения российских рабочих мест напомню что если застройщика не будет продаж то соответственно и 370 сотрудников его офисе ему будут не нужны а это друзья наши с вами соотечественники пресс-релизе застройщик сообщил что завершит строительство 810 проданных квартир но это друзья не весь полный проект который нам презентовал застройщик я полагаю что жители комплекса при приобретении квартир не рассчитывали на то что будут жить в незавершенных комплексах на данный момент застройщик себя дискредитировал в глазах своих клиентах вместо того чтобы дать нормальную правдивую информацию о положении своих дел они давали разную информацию тем самым очень сильно встревожили своих клиентов давайте посмотрим на сегодняшнее качество шведского девелопмента обратите внимание вот на эту как раз вити в центре кадра сейчас плиту так камера фокусируйся о видите что это все закрыто цементом видно что это свежая и что-то здесь пошло застройщика не так а чуть поднимаю камеру выше и обратите внимание что они просто раздолбили плиту и так ее и оставили то есть поставили все равно это строит для россии и вот сожалению такие моменты доверие к застройщику не внушает потому что напомню здесь квартиры стоит более чем 15 миллионов за однокомнатную квартиру стоили офис застройщика офис компании закрыт вся информация на сайте банова точка ру на сайте банова точка ру информация о том что продажи все приостановлены возобновят ли они продажи это неизвестно но из пресс-релиза понятно что возводят 810 квартир вполне возможно это как раз именно то количество квартир которые они соответственно продали и должны выполнить по ним свои обязательства любому застройщику который работает по искру еще там выгоднее достроить и сдать объекты передать квартиры его клиентам потому что все деньги его клиентов находится на специальном счете называется и скроу счет которым соответственно застройщик сможет воспользоваться лишь после того когда сдаст и передаст первую квартиру из данного дома но соответственно понимаете да что если они этого не сделают то деньги соответственно застройщика будут заморожены на этих и скроу счетах он ими не может воспользоваться застройщик обязанных вып исполнить выполнить свои обязательства и но друзья это не все проблемы с которыми могут столкнуться жители будущие жители этих комплексов многие из вас также были в этом офисе продаж аналогичное объявление отдел продаж закрыт все уход любого застройщика с рынка первую очередь это люди оставшиеся без работы напомню у застройщика данного комплекса самым ничего не строит строить все подрядные организации и вот эти нара последние два дома его там вдалеке могут оказаться последние хотя в комплексе должно быть их 33 сегодня какой красивый солнечный день рябиновая роща вот эти все новые дома сейчас зайдем посмотрим как строят и немножечко поговорим значит что хочется сказать хочется сказать о том что конечно сюда нужно надеяться на лучшее но при этом держать руку на пульсе то есть как зарабатывать деньги переводить их кроны и плате и получать бонусы и прибыли это они были готовы а как оставить наших людей здесь не достроить дома не выполнить свои обязательства это для них нормально самое к сожалению печальное что всю ответственность в первую очередь понесут на те русские люди которые живут здесь первое место что бросается в глаза здесь это вот видите если посмотреть сюда то мы видим что здесь отслоение краски трещина уже пошла здесь соответственно но сказать что это качественно не поворачивается язык также здесь отметили люди вот обратите внимание вот видите здесь люки ладно здесь все уже снег весь растаял а дальше это идет всего туда прямо где идут трупы снега нет все уже растаяло то есть получается люди начали следовать на то что они платят за обогрев вот эта территория которых принципе не нужно обогревать я не специалист если есть специалисты скажите вот так правильно делать или соответственно это какое-то нарушение было у застройщика прогуляемся по рябиновой рощи 4 корпус 4 зайдем вовнутрь и посмотрим как тут обстоят дела при входе мы видим аналогичную картину качество шведского девелопмента видите тут уже краски нет здесь тут все облупилась валится здесь как и в том доме аналогично вот у нас трещина вот краска пошла то все валится отваливается вот здесь видите монолитное перекрытие понятных вот все вот вот так качественно они сейчас строят одна из проблем это протекающие так назовем это козырьки из крыши течет вода проблема это во многих домах видите обратите внимание вот как все пошло дом совсем недавно сдали то есть это свежий дом ему там буквально три месяца и вот он уже находится в таком состоянии трещина видно естественно люди переживают что же дальше будет с гарантией между плит идут трещины также видно трещина идет сверху до самого низа смотрите но здесь аналогичная ситуация у входной группы я понимаю что это конструктивный просчет или даже не конструктивный просчет а скорее всего кривые руки но так сможешь такое ощущение что здесь намного лучше но на самом деле друзей не видно вот здесь видите уже все отслоение идет а вот это более темная часть это как раз мокрая то есть и здесь попадает влага но не в таком большом количестве как это в соседнем доме трещина с самого верха до низу идет вот на еще одна трещина вот здесь вот там пустота там просто воздух закрыта с одной стороны закрыта здесь а там воздух была бы пена было бы тепло а так конечно большое количество тепла выходит через эти огромнейшие окна а люди жильцы за это платят свои деньги вот трещина и так друзья в каждом доме когда квартира стоит у всех 5 а здесь она стоила от шести с половиной то есть на полтора миллиона дороже то есть ты должен понимать за что конкретно ты переплачиваешь вот смотрите шведское качество естественно ты приобрел квартиру соответственно с федеральным законом 214 и есть за строчка гарантия до 5 лет на конструктив и три года на инженерные еще трещина на инженерные сети но если застройщик покидает россию сразу вопрос что будет с гарантией застройщик на этот вопрос ответа пока не дал почему совет всем тем кто в курсе что его квартиру его дом уже сдали или например вы уже принимали квартиру там есть какие-то проблемы друзья принимайте и потом уже принимайте все меры для того чтобы застройщик устранял потому что не дай бог что-то будет не у кого принять эту квартиру она просто будет стоять поэтому сегодня было здесь квартира или в глаза потом уже брал бы специалиста и проявлял бы претензии если они соответственно будут ну смотрите еще три строителя зарубежных специалистов телефона играет он этим нам спортом занимается ногой по материалу бьет новый дом новые проблемы обратите внимание здесь трещина ох она пошла попадает влага попадает она замерзает все это расширяется ничего хорошего краска слазит грунтовка все вот видите все пошел портит здесь аналогичная ситуация стык двух плит все понятно да с качеством с данного дома входная дверь в кладовке и вот здесь мы видим тоже проблему с герметизация вот уже появилась влага аналогичных мокрый угол под лестницей стандартное место для домов и банала кладовое помещение с 5 по 10 давайте зайдем просто посмотрим заходим но здесь сразу вот тут видно осмотрите кладовка вот открыто номер 7 почему-то открыто если собственник слышит здесь видно что текло протекала то есть протечка заходим 7 а понятно что открыто здесь похоже застройщик по гарантии это все стране то есть получается что у нас там вода течет для того чтобы она не протекала сюда просто замазывают обычный обычным герметиком и вот здесь вот смотрите все влага плесень красавцы других слов нет кладовое помещение номер 44 из 45 дом самый крайний дом который сдал застройщик идем открыто уже тоже у кого-то так номер номер 44 смотрим запах гидроизоляция вот видите то же самое протекала взяли замазали гидроизоляции но это точно не поможет нам с той стороны это делается вот это разве так качественно сделано и уже вам трещины пошли выходим смотрим что еще есть мокрый угол видно как текло и вот понимаю что вот может даже вот отсюда с этого стыка здесь видны подтеки почему-то очень странно тут вроде все сухо идем дальше кладовое помещение 17 по 34 идем смотрите что же нас здесь ждет открытая кладовка воды не видно номер 19 смотрим видите вот все равно здесь уже протекло ржавчина значит где-то и арматуру через за мотору прямо проходит ничего хорошего там нет видно что застройщик пытался это исправить но для того чтобы это хорошо сделать нормально у него не хватило чего-то там идем дальше смотрим иду вдоль их кладок получается нас номер двадцать пять двадцать шесть вот видите здесь тоже самое текло это исправили то есть вода получается течет прям с улицы земли они вместо того чтобы исправлять гидроизоляцию там для этого нужно все разрывать переделать не то просто замазали тут то сюда на не проходит а там это все стоит и весь наш фундамент и все весь бетон он находится постоянно в воде ну как вы считаете так должно быть или нет я лично считаю что это очень неправильно и не по-банавовским этим дальше вдоль двадцать первой вот видите аналогичная ситуация ржавчина не домазали здесь она вроде не подходит не дай бог вот это сковырнуть или сейчас будет отип или много снега все это потечет и будет не очень-то хорошо а теперь главное важное за моей спиной находится технические помещения там и т.п. там электричество не дай бог туда кто-то зайдет что-то дотронется нечаянно и может быть летальный исход проверим как у нас управляющая компания обслуживает и закрывает такие помещения технические помещения посторонним вход вас причем хорошо заходим тут у нас все открыто первое что бросается в глаза вот здесь видно что очень хорошо течет вода были все мокрые вот это уже видите все отваливается вот весь угол также вот здесь входная группа со стороны где вот и т.п. идет аналогично видите мокрый здесь мокрый угол водомерный узел по папа друзья 10 открыто вот так выглядит водомерный узел при ямке совсем немного воды погружной насос и это все выглядит вот так можно все посмотреть здесь все открыто ключи прямо вот здесь можно все выключить два насоса один работает то три насоса один работает постоянно и вернее два постоянно на горячую холодную воду 3 у нас соответственно запасной расширительный бак небольшой ну тут принципе все неплохо если не одно но почему то все открыто сейчас сделаю пару фото и пойдем дальше индивидуальный тепловой пункт папа друзья тоже все открыто да здесь уже очень тепло это чувствуется вот так он выглядит тут все открыто здесь находятся ключи здесь все открыто открываем смотрим ну тут все можно взять потрогать все одно сделано все аккуратно но то что она все открыто вот так этого не должно быть я учитаю что не знать для чего это эти документы здесь но я думаю что место им точно здесь нет здесь очень тепло не да бог здесь счета вспыхнет электрощитовая помещение слаботочных систем значит тут прохладней но это электрощитовая и здесь находится влага вот сами да как считаете это так должно быть или нет ладно тут есть то что положено всякая ненужная фигня обратите внимание то есть электрика в принципе вот здесь вот все хорошо все неплохо да но обратите внимание что все открыто я не электрик я боюсь сюда заходить вот открывать вот это все то есть все открыто так что у нас здесь здесь еще помещение включаем свет страшно проходить не долбанул ничего ты я даже не знаю что это за штуки но в общем все это выглядит вот так то есть здесь есть доступ у любого человека то есть вот прямо сейчас может зайти любой кто хочет все делаю фото и на этом моменте пока мы с вами прощаемся с уходом застройщика с рынка кроме проблем незавершенного строительства есть еще вопросы гарантийному обслуживанию вопросы к земле и к обслуживанию управляющие компании облизают фасады продувает окна промерзают стыки панелей просто плачут по осени и весне кладовые помещения в подвалах застройщика с этим всем и многим другим столкнулись жители начиная жить в банаве часть земельных участков во всех комплексах застройщика до сих пор принадлежат застройщику и находится в обременении у банков которые на стадии ликвидации в жилом комплексе грёна лунту жители первых этажей есть свои террасы терраса это небольшой участок земли огороженный забором который до сих пор принадлежит застройщику проблема земли в жилом комплексе грёна лунт длится более 6 лет при этом всем застройщик хочет получить разрешение у правительственной организации на продажу своих квартир то есть застройщик уходит с нашего рынка не хочет достраивать свои объекты но при этом хочет продавать квартиры вот это поворот друзья давайте вместе с вами посмотрим как проходит приемка квартир у банава секретный чемоданчик соответственно тоже не но это уже на норматив у нас было указано замечание что присутствовал фигурация она была не устранена у нас был указан пониже температура примыкания стены комнаты 3 это имели бы ввиду кухтиной ух ты да что но как и то что мы это осматриваем а вы знаете какие допуски по освещению вы знаете вы не знаете вы не найдете ответ вы не отвечаете сколько допускают освещение при осмотре стеклопакета сейчас подожди загуглит таки спадайте подайте в суд я почему-то свои обязанности выполняю как-то не можем мы не выполнить два 45 суток было бы что сделали все эффекты которые были в прошлый раз наши еще раз сегодня они просто его окрасили все вы извините пожалуйста но почему-то очень грубо общаетесь вы не думаете что нужно успокоиться подышать может кофе попить и нормально общаться с людьми еще такое то я честно не понимаю барин объясните пожалуйста коллега потому что вот приходит реально что-то чините такое ощущение что я раб а пришел там босс мне пришел наказывать трендец какой-то разговор до поначалу такого русла было неприятно как будто кому-то что должен как бы человека зависит то есть это примешь ли будет это не примешь если это ну да и там прям что эту царапину не примешь царапину каждому свою то есть кто как этому относится просто меня зовут синицын юрий я являюсь техническим экспертом компании авангард сегодня мы находимся в жилом комплексе гроналаунд провели повторный осмотр после первого осмотра было выявлено более 25 замечаний на повторном осмотре картина изменилась изменилась конечно в лучшую сторону но также добавились и новые замечания на данном этапе у нас осталось 12 замечаний 9 из которых это замечание с прошлого осмотра они были не исправлены не устранены и также добавилось три дополнительные замечания и из основных моментов которые нужно кардинально выделить это естественно пониженная температура примыкание фасадных стен очень сильно у нас температура падает температура точки росы у нас 10 и 7 градусов то есть в вашей квартире всегда температура на стене должно быть больше 10,7 мы произвели расчеты по данному углу в данной квартире температура расчетная на этой стене 7 градусов то есть по этой стене будет выпадать у нас конденсат будет образовываться влага и в себе дальнейшем нелюбимая плесень это самый главный момент который нужно естественно устранить также по квартире присутствует много замечаний по остеклению это царапины сколы брак тоже опять же нужно это все устранять и дефекты прошлого осмотра то есть были царапины до их устранили но устранили некачественно опять же нужно производить работу потому что они заметны и понятно что при стоимости квартиры это очень важно чтобы все было у нас хорошо покупать квартиры как на первичном рынке так и на вторичном рынке у застройщиков которые заявили что уходят с нашего рынка это большой риск приобретая квартиру таких застройщиков в новостройке есть шанс остаться обманутым дольщиком а купив квартиру на вторичном рынке и обнаружив течение гарантийного срока недостатки вы будете их устранить за свой счет также одна из основных проблем во всех комплексах шведского девелопмента это управляющая компания на нее жалуются все от уборки снега в зимний период до проведения голосований когда приобретали квартиру шведского девелопмента все без исключения думали о качественном обслуживании своих дворов территорий комплекса ведь качественность делать проекты построить дом это одна часть дела другая это качественно обслуживать и здесь большие проблемы с организацией которую дал застройщик для обслуживания всех своих проектов меня зовут евгений я живу по на и как-то я услышал или кто-то мне сказал только мысль что покупаешь не квартиру а общество на самом деле я осознал что для меня важно чтобы люди были открытыми и коммуникабельными только тогда когда уже это почувствовал здесь опять же я там кого-то встречаю там с утра машина сажусь могу подвести до метро один из примеров добрососедства то что мы с ребятами познакомились в лифте а потом еще познакомились с двумя семейными парами и в конечном итоге мы организовали стартап и запустили его и это очень круто меня по крайней мере это очень вдохновляет после заявления шведского девелопмента об уходе с российского рынка он нам показал с вами свое настоящее лицо настоящее добрососедство шведское качество и отношение к российскому потребителю то есть к нам с вами после такого отношения я могу лишь застройщику сказать давай до свидания друзья поделитесь ссылкой на это видео чтобы никто из наших соотечественников не попал в такой девелопмент поставьте лайк не ставьте дизлайк оставьте свой комментарий но я как обычно с вами не прощаюсь а говорю до скорой встречи минимально он выделяет у себя как 17 7 но опять же да здесь скорее всего сюда должны быть и и и и и и и Субтитры сделал DimaTorzok